1 января каждого нового года наша жизнь становится немножечко другой. И я сейчас говорю не про праздник великий, а про то, что 1 января, как правило, вступают в силу закона новые, которые приняли за несколько месяцев до этого в государственных органах. И автомобилисты в этом плане, конечно же, ни разу не исключение. И именно в ту ночь, пока все валяются пьяные под забором, либо стреляют фейерверками в воздух, ПДД меняются, либо меняются какие-то другие области жизни автомобилистов. И вот сегодня я вам про это расскажу подробно. И 2018 год в этом плане не исключение. Он уже вот, вот уже прям здесь уже стучится в дверь. И через несколько дней у нас кое-что изменится в ПДД и вообще в жизни автомобилистов. И я решил это с вами обсудить, потому что некоторые изменения меня прям задели. Первая область изменений это ОСАГО. И вообще в целом, вот во весь ролик давайте договоримся, что я не буду именно говорить абсолютно все изменения, потому что их довольно-таки много и куча из них мелочных. Но я расскажу именно про те, которые вот прям меня задели, о которых я считаю важно с вами поделиться. И первое, что поменяет у нас ОСАГО, это добавят QR-код на страховой полис. То есть у нас будет новый образец страхового полиса. Это подают с тем, что, короче, надо бороться с подделками. Слишком много поддельных страховых полисов, и именно поэтому QR-код спасет всю ситуацию. В нем будет содержаться вся информация по поводу автомобиля, страховой компании, номера страхового полиса, договора там, траля-ля и все такое. То есть идея какая? Что ГИБДДшник у вас берет этот новый образец страхового полиса, сканирует QR-код, и там будет куча информации, которая может подтвердить, что полис действительно настоящий. Но у меня это вызывает очень большой вопрос по поводу того, что в Москве все ГИБДДшники, они, как правило, такие прикольные ребята. У них планшеты, телефоны, они реально все штрафы часто в планшеты забивают и так далее. Но если выехать за МКАД, смартфон у ГИБДДшника что? То есть нужно же, чтобы этот QR-код прочитать, нужно дать ГИБДДшникам что-то, что будет его читать. Во-первых, обучить пользоваться, где уже могут быть вопросы некие. Но тем не менее, должен быть какой-то инструмент, чтобы это дело читать. А сколько это денег? Даже если мы представим, что какой-то вот дополнительно смартфон или что-нибудь, какую-нибудь читалочку, планшетик, хрен знает что, выдадут ГИБДДшнику, который стоит, ну, условно говоря, 4 тысячи рублей. Сколько у нас сотрудников ГИБДД на дорогах стоит? И сколько это денег? Плюс как вам сама идея вообще? Вот, ну, напечатать QR-код на полисе, и это вот защитит от всего. Что? Что? Ну, серьезно? Вот чувакам, которые подделывают полисы по госзнаку, им сложно будет нарисовать QR-код? Ну, как по мне кажется, нет. Ну, то есть, ну, блин, элементарная же задача. Может быть, тогда и банковские купюры, чтобы их не подделывали, на них тоже QR-код будем лепить? М? М? Что все парятся так? И следующий момент, который касается ОСАГО, это так называемый период охлаждения. Нам его теперь увеличат. Я думаю, все вы сталкивались с тем, когда вы оформляете страховку, особенно, когда вы приезжаете из региона в Москву, либо в Питер, либо в другой крупный город, вам, помимо страховки, еще пытаются засунуть там страхование жизни, и еще там страхование чего-нибудь, неважно. То есть, просто навязывают какие-то дополнительные услуги. И вот период охлаждения, это тот период, за который вы можете отказаться от этой истории. То есть, выглядит это как? Вы подписываете все бумажки, оплачиваете себе страховку жизни, да, давай все это дело сюда, оформляешь, а на следующий день берешь, звонишь страховой, говоришь, отмените мне это все говно и верните мне мои деньги. И вот период охлаждения, это вот тот период, в который можно провернуть эту операцию. И раньше он был 5 дней, а теперь нам разрешат 14 дней заниматься этой историей. Люди, кто пишет законы, они признаются в том, что страховые компании в наглую просто навязывают услуги, которые они не имеют права навязывать вообще, в целом. То есть, человек приходит за ОСАГО, и он должен получить только ОСАГО и ничего более. Так нафига увеличивать эти периоды охлаждения, когда можно, ну, как бы со страховыми компаниями поработать, чтобы просто не было этой ситуации? Не нужно бороться со следствием, нужно бороться с причиной. Причина в том, что страховые в наглую навязывают нам услуги, которые нам нафиг не нужны. Почему их за это не штрафовать? Почему люди должны ходить, как бы, и решать все эти бумажки, там, волокиты, вся эта история? Страховых компаний, на самом деле, не так уж и много. Им всем дать по шапке, это довольно-таки простой процесс, но это просто никому не нужно. Следующая новость априори грустная, это то, что у нас снова повысится акциза на топливо. 1 января на 50 копеек и 1 июля на 50 копеек. Ну, в любом случае, на рубль за литр мы уже влетим за 2018 год, но на самом деле, как правило, повышение акциза, оно тащит за собой еще большую повышение стоимости. То есть, грубо говоря, если акциза повысится на рубль, скорее всего, конечная сна бензина повысится на рубль 20, рубль 30. И тут особо комментировать-то нечего, давайте я просто вот вам оставлю график изменения цены на нефть и график изменения цен на бензин. И немножко помолчим. Следующий закон, от которого у меня лютым образом горит, это то, что теперь ГИБДД будет иметь законное право выписывать вам штраф за видеозапись третьих лиц. То есть, грубо говоря, вы едете на автомобиль, ладно, не вы, а какой-нибудь человек едет с жопой по диагонали по встречной полосе, как-нибудь, я не знаю, вообще, вот пересекая все, что можно, вы это дело снимаете на телефон. И если видеозапись хорошего качества там в виде номера, то человеку приходит штраф или, ну, вот все, что там ему советит по этому поводу, это будет полностью законным основанием для выписывания штрафа. И вот от этого меня немножечко бомбит. С одной стороны, да, с одной стороны, это прикольная история, в том плане, что, ну, действительно, когда происходит какая-то жесть на дороге и нет рядом инспектора, то можно записать это дело на видео, чтобы потом человека как-то, ну, наказали за неправильное поведение на дороге. Но с другой стороны, это прям привет, 37-й год, привет, Советский Союз, доносики, можно еще отдельно какую-нибудь, я не знаю, там, черных воронков, там, новую модель автоваза, черный воронок 2.0, где будут ездить специально обученные люди, которые, я не знаю, ну, то есть это, у меня очень странное отношение к этому закону, и поэтому давайте это все вместе обсудим в комментариях. Вот вы как считаете, это нормальная практика или нет? А еще у меня для вас очень классная новость. Мы с ребятами из Автору запустили учебник. Он так и называется, собственно, Автору учебник. И он у них находится на сайте, ссылка будет в описании. И там мы будем постоянно публиковать статьи по поводу того, как содержать автомобиль, как его покупать, как его искать, с кеми вариантами вы можете столкнуться и так далее, и так далее. То есть это будет здоровая такая энциклопедия по поводу, как пользоваться автомобилем. От покупки, содержания до продажи. Некоторые из этих статей там написаны лично мной. Там прям на некоторые будет указано, что Автор я. Поэтому обязательно заходи, смотри, читай и пользуйся. И если у вас будет какая-то обратная связь по этому поводу, мне на самом деле ее важно получить. Поэтому если вы прочитаете эти статьи, и у вас появятся какие-то идеи, что можно еще новое сделать, или вы в текущих увидите, что что-то совсем не так, то напишите мне обязательно либо в ВКонтакте, либо в Инстаграм, в Директ. Ну, просто чтобы как некая какая-то обратная связь от вас. Вот. Идите, читайте, а мы продолжаем. Переход на электронные ПТС. Это настолько серьезная тема, что я даже как-то планировал записать видео отдельное по этому поводу. Еще примерно летом 2017 года, когда этот закон должен был вступить, но его снова перенесли. Его переносят уже практически два года. У меня лично к нему очень много вопросов. Во-первых, чтобы обслуживать базу электронных ПТСов, создалась отдельная организация. Притом это частная лавочка. То есть это не государственная история. То есть к нашим с вами данным будут иметь доступ частные люди. И там много, короче, проволочек. Если вам действительно интересно, то пишите комментарии по поводу электронных ПТС. Стоит ли записать большое форматное видео с разбором всей этой истории. Но вроде как все. С 1 января 2018 года бумажные ПТСки перестают выдавать и становятся электронные. При этом, когда этот закон только разрабатывался, да, и вот все эти два года нам обещали, что повышения тарифов не будет ни в коем случае. Что наоборот, это будет экономия. Потому что же не нужно же печатать нам теперь бумажки, не нужно госзнак загружать лишний раз эти образцы, чтобы не подделывали. Ну и бла-бла-бла. Теперь же все в компьютере, все классно. Но одновременно с этим законом и говорят, что повышаются тарифы. Точнее принято, что будут повышаться тарифы и теперь выдача ПТСки будет стоить 2000 рублей. И это на самом деле предсказуемо, потому что одно дело, да, что вам не нужно печатать ПТСку. Но другое дело, что теперь нужно прям содержать огромную компанию, которая будет обрабатывать все эти данные, сервера, люди и бла-бла-бла-бла. То есть там база намного шире и больше, чем у ГИБДД сейчас есть. Сразу дошел, посмотрел. Ну в плане, как вы выбираете, сколько владельцев было. Не будет такой истории, что мы, а, извините, новый ПТС, старый ПТС, реалия. Так а там все, там не будет личных данных владельцев. То есть там ты будешь приезжать, у тебя просто запись в бою, три владельца. С такого-то по такой-то, 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 ну да-ты. Все. Чего, фамилия, там, прописка туда-сюда. То есть мы сейчас чисто с текущими инструментами, грубо говоря, можем приехать, вытащить данные предыдущего владельца, найти его телефон в интернете и позвонить ему. И реально с ним пообщаться. Ну с человеком, который вот-вот-вот реально владел автомобилем, да? Все. А вот с электронной ПТС-кой такого не будет. Ну, ставка в милицию. Не будет. Они типа... Это будет... Ну, фамилии именно и все такое будет доступно именно гаишникам. Обычным людям. Ну, по крайней мере, вот как они сейчас заявляют, как это будет работать. И, понимаешь, проблема-то в том, что все сыро очень. Они уже полтора года пытались это дело все ввести. И они все равно сейчас настолько сырую хрень ведут, что это просто работать, как мне кажется, не будет. Как обычно, да. То есть, ну, будет просто лютая жопа. И так, как бы, с оформлением автомобиля есть куча вопросов. А теперь, ну, хрен знает. Я не знаю, как это будет допиливаться. Плюс элементарно база упадет и все, привет. У ГИБДшников-то внутри, вот ты сколько раз приезжаешь ставить машину на учет, они такие, у нас база лежит, сегодня ничего не поставим, идите в жопу. А вот три базы ПТС ляжут, и по всей стране все встанет просто сразу. А по-любому ляжет. Вот я уверен. И самая бомбящая тема нововведений 1 января 2018 года, это снова эра ГЛОНАСС. И, на самом деле, куча интернет-изданий и куча всяких ресурсов раздули просто невероятную историю по поводу того, что с 1 января нужно будет абсолютно все автомобили, вот прям 100% оборудовать системой ГЛОНАСС. И даже классику вашего дедушки или вашу, там, я не знаю, Deo Nexio за 50 тысяч рублей, тоже нужно будет оборудовать эра ГЛОНАСС. Но на самом деле это не так, это просто раздули. Идет история какая, что все новые автомобили, да, они оборудуются эра ГЛОНАСС уже по-любому. Все автомобили, которые вы ввозите в страну, также, ну, растамаживаются, имею в виду, также нужно будет ставить на систему ГЛОНАСС. Но текущий автопарк, который вот катается по всей стране, естественно, ничего с ним делать не нужно будет. Тут даже государство понимает, что это совершенно безумная вообще задача. И единственное изменение в законе, которое сейчас будет, это то, что эра ГЛОНАСС будет автоматически передавать данные по поводу ДТП страховщикам. Мне кажется, что это опять все будет работать через задницу у нас, потому что вот страховые компании, вот Олег сейчас стоит за камерой, у него разбита машина, ему уже два месяца имеют голову по поводу того, что ему просто никто, вот вообще страховая не отвечает. Извините, мы просрали бумажку от сервиса, и мы вам не можем сказать, что там оценили, или деньги, или что можно. Вообще мы ничего, мы просрали документы, извините. Но на самом деле по поводу Эра ГЛОНАСС пока переживать не стоит, то есть весь автопарк оборудовать точно не нужно будет в ближайшей перспективе. А даже если нужно будет, то сейчас хотя бы это можно сделать. Раньше, когда только это дело ввели, она стоила чуть ли не 40 лет, и была какая-то очередь там на несколько месяцев вообще. Сейчас хотя бы очереди лютой нет, и сама система стоит с установкой что-то там 20-25 тысяч рублей. Поэтому если там кто-то сильно больше хочет, то скорее всего вас обманывают. Ну и последнее нововведение, это то, что вводят норму Евро-5 для грузовиков и автобусов. Теперь невозможно будет ввести в страну или произвести на территории Российской Федерации грузовик, либо автобус, который ниже Евро-5. И всегда, когда вводят норму Евро-4 вводили для грузовиков, Евро-5 сейчас стоит. Мне очень смешно на это смотреть, когда ты такой едешь по трассе, а впереди тебе едет вот такой вот КамАЗ, который вот дымит прям вот так замечательно. И такой едешь вот, да, Евро-4, Евро-5 у нас в стране, да, экология там. Это все, что я вам хотел рассказать сегодня. Это все важные нововведения в нашу с вами автомобильную жизнь в новом году. Напишите, пожалуйста, ваше мнение по поводу вот такого формата видео. Интересно ли вам это вообще в целом показалось? Полезно ли? И ставь лайк, палец вверх. Обязательно кнопка там такая внизу прям нажать, чтобы вот так вот было, если тебе понравился видос. Подписывайся обязательно на канал. Кнопка нажимаешь прям и работает она. И напоминаю вам, что у нас скоро будет розыгрыш. Финал розыгрыша, где мы на 100 тысяч рублей разыграем всяких призов. Видео появится вот здесь. Все, заходи, смотри, если не участвуешь, обязательно участвуй. Вот уже прям 31 числа все разыграем. И все. На этом все. Спасибо, увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok